Учебы на митингах. Сотрудников частных фирм, те, кто захотел участвовать в акциях протеста, тоже отпустили. Одни уехали на Майдан в Киев, другие же отправились протестовать на местную площадь. Участники Евромайдана за всеукраинскую акцию протесту. В Донецке, кажется, совсем другая жизнь. Никаких уличных акций и учебные заведения, и предприятия продолжают работать в обычном режиме. Здесь за сближение с Россией. Правда, выходить на улицу и митинговать, говорят, нет времени. Ну, как бы некогда. Работаем мы. В Симферополе свои акции протеста. Плакаты за Януковича и за вступление в Таможенный Союз. В Крыму люди вышли на улицу заявить, что они против евроинтеграции. На юге страны, в Запорожье, картина похожая. Только митингуют, что называется, без отрыва от производства. Прямо на предприятиях. В свободное от работы время. На этом авиамоторном заводе знают, чем грозит вступление в Евросоюз. Я должен сократить людей на 73%. Да никогда я не позволю себе. По крайней мере, пока стою и живу. Украина поделилась надвое. Те, кто за и те, кто против. Вступление в Евросоюз запад страны за евроинтеграцию. Восток и юг Украины на картине обозначены синим цветом. Традиционно тяготеют к России. Украинские элиты, которые включают часть людей из восточной части Украины, которые, в общем-то, не так радостно смотрят на отношения с Евросоюзом, тем более вхождение в него, когда ясно, что просто вся восточная украинская промышленность, а, собственно, там находится, она либо исчезнет, там иногда подскочит безработица, и кто будет кромить Украину. И рост цен, и дефицит, и обвал гривны, об этом снова заговорили финансисты. Конечно, произойдет это ни сегодня, ни завтра, но чем дольше будут продолжаться уличные акции, тем более, вероятно, развитие подобного сценария. На сегодняшний день Украине необходимы серьезные кредиты, которые и без того дорогие, а политическая нестабильность делает их еще дороже. Так, если Украина сегодня захочет взять кредит, то он будет стоить как минимум на 10% дороже, чем это было бы неделю назад. Давать в долг при такой неразберихе, естественно, все опасаются. И на уровне государственного займа, и на уровне банков. Любой митинг приводит к чему? К тому, что ни один из банков не хочет кредитовать, ситуация нестабильна. Ни один из заказчиков не хочет заключать долгосрочный контракт, поскольку ситуация нестабильна. Никто не делает крупных заявок. То есть, фактически речь идет о чем? О том, что рынок мгновенно останавливается. Сегодняшние акции на Майдане уже приходится оплачивать, говорят эксперты, причем самим налогоплательщикам. Хотят они того или нет, подсчитано, что каждое собрание на площади независимости обходится экономике в среднем в 300 тысяч долларов. И это вдобавок к уже существующим финансовым проблемам. ВОВП страны падает. За последние 10 месяцев этого года снижение 0,6%. Долг Украины порядка 70 миллиардов долларов. При резервах 20 миллиардов, отмечают финансисты. Каждый день Евромайдана приближает Украину к дефолту. Или будет дефолт, или будет девальвация гривны. С высокой степенью вероятности и то и другое, если не удастся удержать равновесие. Когда 700 тысяч человек на улице выступает за уничтожение собственной экономики, это сильно повышает риски ее разрушения. Аналитики считают, если хаос на улице затянется, он может перерасти в экономический хаос. А это уже может грозить и развалом страны, когда работающий юго-восток Украины, где находятся основные производственные мощности, захочет самостоятельности финансовой и политической. Экономический хаос, тогда уже можно будет говорить не об инвестиционном климате, а о том, что Украина может превратиться в черную дыру или в дикое поле, где не будет никакой финансовой стабильности, где не будет никаких законов. И, соответственно, опять-таки, в принципе, это, конечно, самый негативный сценарий, но если мы вспомним, что распад Югославия начинался примерно так же. Конечно, такой сценарий возможен, оговоривается эксперт, если Майдан продлится не одну неделю и даже не один месяц. Евгений Лямин, Максим Семин, Мария Супруненко, Наталья Литовко и Нина Эшба. Первый канал. Пенсионная реформа, состояние ЖКХ, медицина и образование. Эти темы в центре внимания на форуме Общероссийского народного фронта, который открылся в Москве.